О том, в какие преступления чаще всего вовлекают молодежь, как с этим борются правоохранители, какие предпринимают профилактические меры и насколько важен родительский контроль. Эти и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции с журналистами, которая состоялась в стенах УВД Брестского облсполкома. В текущем году нам по-прежнему удается общими усилиями всех заинтересованных субъектов профилактики поддерживать динамику положительного снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. По итогам четырех месяцев процент снижения составил 22%, в абсолютных цифрах снижение с 59 преступлений до 46. Что наиболее популярно, скажем так, среди преступлений в подростковой среде, скажем, антирейтинге, что называется в кавычках, но по-прежнему самым распространенным видом преступлений среди несовершеннолетних являются кражи, это практически 50% от всех совершенных преступлений. На втором месте находятся уголовно наказуемые хулиганства. И третье место в так называемом антирейтинге, достаточно необычный вид преступления для подростков, это мошенничество. Отрадно слышать, что подростковая преступность идет на спад, однако, как отметил начальник управления по противодействию киберпреступности Андрей Глинский, мошенничества через интернет увеличились. По итогам пяти месяцев рост преступлений вырос на 30%. В частности, несовершеннолетние осуществляют взлом аккаунтов в социальных сетях и предоставляют данные третьему лицу. Кроме того, они становятся курьерами у телефонных мошенников. Схема простая. Подростки регистрируются в телеграм-канале, находят группу, где получают определенные инструкции и отправляются по нужному адресу, забирают денежные средства. Современная киберпреступность, она приобрела очень ярко выраженный корыстный характер. Если раньше объектами преступного посягательства являлись какие-то личные данные, информация или еще что-нибудь, то сейчас в основном преступники занимаются именно хищениями. Основная опасность именно с точки зрения вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с киберпространством. Почему это происходит? Происходит это опять же из-за той причины, которую я назвал. Из-за яркой смены акцентов с информацией на имущество. Не менее актуальны сегодня преступления против половой неприкосноведности в отношении несовершеннолетних, корни которых также зачастую растут из интернета. На текущий момент возбуждено 75 уголовных дел по данным статьям. Из них тяжких и особо тяжких преступлений – 23. Потерпевшими стали 24 ребенка. Если красивая аватарка и соответствующий текст переписки ведется с ребенком от лица сверстника, естественно, ребенок думает, что это какой-то его друг знакомый виртуальный. И он даже не может догадываться, что по ту сторону телефона, экрана, зачастую даже в другом государстве. Может находиться преступник, который склоняет этого ребенка к совершению каких-то действий, которые потом могут быть распространены, потом может ребенок сам изготавливать, допустим, материалы порнографического характера. Но вербовка происходит очень плавно, потому что, к сожалению, педофилы – это очень отличные психологи. Еще один из вопросов – родительский контроль. После 22 часов ребенок должен находиться дома. В Брестской области только в 2023 году порядка 250 родителей привлекли к административной ответственности за недолжный контроль за своими детьми. Родителям нужно быть в любой ситуации настороженными. И, опять же, как мы всегда везде говорим, самое главное, чтобы родители находили общий контакт с детьми, чтобы они общались, чтобы дети доверяли родителям, а родители доверяли детям. И самый, наверное, простой и эффективный способ, что хотелось бы пожелать родителям, причем любому родителю, будь то это доктор, врач, сотрудник милиции, абсолютно любой родитель должен понимать и знать, что у ребенка находится в телефоне, какие мессенджеры установлены, с кем он уведет переписки и так далее. Потому что именно с учетом того, что находится в телефоне, ребенок, и, опять же, повторюсь, может быть вовлечен в противоправную деятельность, либо стать жертвой. Одними запретами защитить детей от опасности невозможно. Необходимо уделить им время, интересоваться жизнью ребенка и знать, как, где и с кем он проводит свой досуг. И соблюдение этих простых правил позволит избежать несчастных случаев. Продолжение следует...